всем большой привет вы на канале мясожор с вами снова я максим и сегодня готовил вот такие вот шашлычки так сказать один из вариантов как можно приготовить мясо в домашних условиях такой как сказать шашлыком это назвать как бы обидеть шашлык классический ну так вот сказать как есть шашлык в духовке на луковой подушке вот такой он получается замечательный на вкус аромат лучок добавляет такую пикантность ему то есть получается очень классно как я его готовил смотрите дальше основным компонентом в данного блюда является свинина у меня именно свиная шея также неотъемлемой частью блюда является лук обычный репчатый приправа любая какая вам нравится можете воспользоваться просто перцем и солью также понадобится немного сахара немножко уксуса лимончик чуть-чуть и рукав для запекания также можете воспользоваться шампурами какими это уже вам судить вам решать нож и молоток для отбивания на этом все приступаем приготовлению мясо нарезаем вот такими вот достаточно крупными кусками чтобы в конце приготовления она у нас была не сухим сохранилась весь сок и и мне просто так нравится когда большой кусочек мяса вот так мясо выкладываем плоско на доске разложили и теперь слегка отбиваем его слегка не переусердствуйте это не отбивные полфирчу посолим солю только с одной стороны и перчу и продолжаю еще немножко отбивать буквально чуть-чуть на этом все теперь перекладываем мясо в глубокую миску или кастрюлю в какую-нибудь но только не алюминиевую лучше в глиняную стеклянную фарфоровую что-нибудь такое мясо я выложил вот такой вот салатницу мне всегда в ней удобно перемешивать мариновать мясо вот так вот она не только для салатов служит у меня так одну луковицу мелко изрубил и добавляю к мясу также сюда добавляю теперь приправу для шашлыка вы берете ту приправу которая вам нравится можете не добавлять ничего если не любите вкус приправ не добавляйте ничего так теперь это все нам нужно вымесить вот чтобы она все перемешалось хорошенько хорошенько его замесите как тесто вы замешиваете на этом в принципе подготовка мяса у нас будет окончена мы его теперь оставим до двух часов чтобы она не спеша мариновалась такой вот нехитрый у нас маринад получился лук приправы соль соли немного потому что как вы понимаете она чуть-чуть подсушит потому совсем слегка если любите посолонее то конечно соль лучше уже в приготовленный шашлык посыпать солью посолить но не в маринад так немножко все я думаю достаточно так утрамбую его плотненько все теперь оставляю на два часа можно поставить в холодильник можно просто в прохладное место теперь нам нужно приготовить маринованный лук который будет у нас подушкой при запекании мяса в духовке полукольцами нарезаем весь лук и складываем ее его ее его в какую-нибудь миску который он будет у нас мариноваться желательно чтобы она закрывалась крышкой все теперь беру пару столовых ложек сахара хватит посолю хорошенько теперь добавим уксус уксуса добавляем где-то 4 столовые ложки если чуть чуть больше туда-сюда поверьте особо это роли не сыграет никто от этого не почувствует ничего можете выжать немножко лимончика тоже хуже не будет только лучше далее заливаем все это кипятком вот так вот чтобы он был вровень с луком этого хватит и теперь нужно все это перемешать многие рекомендуют делать сначала кипяток в нем все ингредиенты смешать и потом уже добавлять к луку можно делать так можно можно так не делать я так не делаю да и все ничего страшного в этом нет лук у меня получается всегда нормальный вкусный не первый раз готовлю так что проблем никаких с этим не было ну так перемешиваем пока у нас растворится сахар все смешается закрываем крышкой и оставляем мариноваться его где-то на часик чтобы он постоял остыл и все будет окей прошло два часа наше мясо уже промариновалась замечательный аромат появился теперь что мы делаем я беру такие вот шампурики вы можете их не брать можете пропустить так сказать этот пункт и продолжить следующий но я беру и нанизываю мяско аккуратно на шампур сам лук нам не понадобится его можно уже не брать вот такой вот у нас натюрморт получился красивейшая вкусно пахнущая мяско лучок вот этот не выбрасывайте он нам еще пригодится в дальнейшем с маринованного лука всю жидкость слил она нам не понадобится а сам маринованный лук вот так вот запихиваю в наш чудный рукав для запекания который с одной стороны мы уже завязали и вываливаем сюда весь лук все теперь мы его продвигаем и нам нужно его распределить сделать из него так сказать подушку на которую мы выложим мясо также сюда мы добавим вот этот лук который у нас остался который мариновался вместе с мясом тоже забрасываем его внутрь вот так вот на подушку выложил я шашлыки чтобы они у вас поместились вот так вот плотно теперь завязываю второй конец рукава все готово скажу на противень еще положил его и теперь разогреваем нашу духовку до максимальной температуры это в районе 250 300 градусов и ставим туда нашу наше блюдо по времени это будет в районе часа полтора в зависимости от духовки то есть электрическая газовая у меня электрическая духовка на максимальном она готовится будет в районе часа показателем будет румяная зажаристость вот такая как вот как на сковороде как на углях то есть хорошенько зажарился он можно выключать и чтобы он немножко поставил доставать но я в дальнейшем покажу вот прошел час ребят получилось вот так вот куча лука пропитанного мясным соком вкуснотища редкая лук чудесный мяско супер честно я уже попробовал уже пробовал на приготовление все классно одна сторона у него получается почти не зажаренная вот такая вот это та область где он лежит на подушке из лука остальное зарумянивается красиво получается вот так что рекомендую легкий гарнирчик и все в ажуре так сказать получится ну конечно такой шашлык никогда не заменит приготовление шашлыка на мангале в лесу или на даче в компании друзей и родственников это незаменимо вся эта обстановка это так просто один из способов как возможно приготовить мясо в квартирных условиях вот и все они никак не претендуют на замену классического шашлыка на этом всем пока до скорой встречи готовьте в удовольствие